Девушки отдыхают Наверное, не жить вместе В идеале вы правильно автоматически ответили Жить, конечно, раздельно Потому что в этом случае у вас в доме настоящий Чернобыль У вас в доме постоянно есть негативная реакция У вас не работает реактор под названием ПАПА А тут идет утечка Эта радиация будет вас очень сильно портить Она будет портить вас, ваше здоровье и вашу семью Но вы задали мудрый вопрос, что посоветую Прежде всего, смотрите Алексей Поймите, что у вас есть проблема Проблема в отношении с отцом И эта проблема начинается с ПАПЫ То есть вы этого ПАПУ заслужили Он ваш ПАПА не случайно Это ваша, ну как говорится, в формате нашей программы Это ваша карма Это то, что вам предстоит разрешить в этом воплощении Вам предстоит найти мир в себе и в ПАПАНОЙ ДУШЕ Звучит как приговор Наша карма, это и есть наш приговор, Володя? Ну карма, это вообще дословно Это причинно-следственная связь Это неплохо и нехорошо Это то, что мы себе сами создали В течение этой, на следующую жизнь Или в течение прошлых жизней То есть это просто состояние Это ситуация воздаяния награды и наказания Вот это всего лишь Ну да, если говорить вашим языком Продолжить То если мы возьмем, что это карма Алексея Это причинно-следственная Значит, Алексей это заслужил Ну да Это, по всей видимости, принес из прошлого воплощения На моих семинарах я это объясняю так Если в прошлой жизни вы сами кого-то подавляли, критиковали, гнобили То вам надо пройти этот урок И ваша душа, чтобы вам этот урок пройти Выбрала для вас такого учителя болезненного То есть с одной стороны, я думаю, что папа вам дал какие-то блага Не только же критику Но с другой стороны, он принес ваш собственный крест Поэтому прежде всего вам надо это понять Принять и простить Первое, что вам нужно сделать У меня есть такой ключ на 5П я придумал Который помогает понять Первое П Это вам надо принять Второе, вам надо простить В идеале, я не знаю ваши отношения Но я советую так Попросить прощения у Творца за себя, за папу и за весь ваш род За то, что у вас есть и присутствует критика в роду За то, что слова такие Такие, что о высший разум, о вселенная, о Господь Прости меня за то, что я возможно В предыдущих воплощениях когда-то делал то же самое Возможно и в этом воплощении я кого-то тоже незаслуженно критиковал Прости и папу моего Прости его И следующее Послать ему любовь Понять, что папа это делает Потому что его родители По всей видимости тоже его критиковали И он стал критиком по наследству Причина-следственная связь Кто-то обязательно его критиковал А дальше понимать Что папа Это маленький ребенок Которого критиковали Который вырос в большого Но дальше надо принять какие-то действия Я вам советую найти возможности поговорить с папой об этом Но не просто прийти там, как говорится, с бухты-барахты И начать с папой говорить на эту тему Я бы вам посоветовал вот так Позвоните папе Или напишите письмо Или поговорите Скажите, папа, мне нужно с тобой поговорить о чем-то очень важном И когда папа Ну там спросит, о чем Скажите, я не могу тебе говорить о чем Но это очень важный разговор От которого будут зависеть наши отношения Вы должны получить его внимание Настроить на важность разговора И получить его согласие на этот разговор Может быть он скажет Окей, я сейчас готов Тогда вы должны переспросить и сказать Папа, условия Когда я с тобой буду говорить Я тебе должен сначала изложить суть дела И ты меня не перебивай Ты мне ответишь только тогда Когда я закончу повествование Это очень важно Если ты будешь перебивать Я прекращу нашу встречу То есть вы должны папу настроить Папа должен дать вам слово Вы скажете, папа, дай мне слово Что ты будешь себя сдерживать И ты, так сказать, дослушаешь до конца Потом я тебе, так сказать, дам возможность высказаться Только если папа примет ваши условия Вы начинаете разговор И прежде чем вы начинаете разговор Вы не начинаете его Папа, мне не нравится, что ты меня критикуешь Нет Разговор надо начать иначе Вы должны сначала найти возможность Папу похвалить Вы должны его подготовить Все равно как ржавые петли Вы должны сначала смазать Чтобы снять дверь, надо их смазать И вы должны, папе, должны Минимум три каких-то честных комплимента сказать Например Папа, я тебе очень благодарен за то Что столько лет Ты выполняешь свои отцовские Обязанности И, предположим, там Я благодарен тебе за то Что ты всегда там Был хорошим отцом Хорошим семьянином Я благодарен, что у нас есть возможность Сейчас общаться И ты стараешься помочь мне Когда вы его подготовили Вы его расположили Дальше вы должны сказать Папа, есть одна вещь Которая мне очень мешает И отравляет наши отношения Я хочу тебе об этом сказать Я знаю, что ты хороший отец Но я не критикую тебя А я хочу только сказать о неудобствах Ты в наших отношениях Очень часто меня критикуешь И мне это очень не нравится Я с удовольствием буду выслушивать Твои пожелания Но, пожалуйста Высказывай их мне как критику Пойми Я взрослый человек И меня уже как мальчика Критиковать нельзя Да, в общем-то И мальчика критиковать нельзя Поэтому, если ты хочешь Что-то мне сказать Пожалуйста, скажи Алексей У меня есть для тебя мнение Если тебе интересно Я его выскажу Если я тебе говорю Что мне это нравится Я хочу услышать Тогда ты мне можешь сказать Знаешь, Алексей Вот ты там делаешь что-то, то-то На мой взгляд Твои отношения с твоим сыном Не совсем разумные Вот я бы делал так и так Но опять Я взрослый человек Оставь мне Право выбирать как правильно Или, Алексей Хочу тебе сказать Что вот ты, скажем Планируешь ехать в отпуск И меня, ну, волнует то Что ты на этот отпуск Собираешься потратить Столько денег Это мое мнение И дальше, папа Оставь мне возможность Принять твое мнение Или нет Когда вы папе это высказали Теперь вы ему говорите Папа, что ты по этому поводу думаешь Дальше папа может себя повести По-разному Он может От согласия До того, что он может Впасть в истерику И отрицать И продолжать вас критиковать Если папа не открыт На этот разговор То вам предстоит Папе, возможно Поставить условия И сказать Папа Если ты будешь Продолжать меня критиковать Я буду Очень лимитировать Наши встречи Вплоть до того Что я могу их На какое-то время Остановить И дальше Вы должны сделать Свой шаг Чтобы папа Получил свой урок И почувствовал Каково ему Когда его критика Привела к тому Что отношения остановились Ну а дальше Честно говоря Вам нужен целый Коучинг Если у вас будет Желание Обратитесь Я вам охотно Помогу Но в двух словах Это целая процедура Которую я бы вам Советовал начать Вот именно так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok